МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одесские схемы, как таможня, не заметила 11 тонн контрабандного товара. Штрафные препоны, какие очередные требования предъявляет Савченко российская Фемида. Сегодня пятница, а значит традиционно сразу после нашего выпуска в эфир выйдет политическое ток-шоу «Чёрное зеркало» с Алексеем Лихманом. О темах расскажу чуть позже, а пока к новостям. Кадровые перестановки президента. Петр Порошенко уволил сегодня Виктора Гвоздя с должности главы службы внешней разведки. Место пока вакантное, и кто его займет, неизвестно. И еще одно увольнение из штатных советников в статус внештатного переведен Юрий Бирюков. В прошлом волонтер, известный под позывным «Феникс», он уволен согласно закону о госслужбе, поскольку не имеет высшего образования. Но самая громкая ротация в Луганской области ближе к вечеру президент уволил главу областной военно-гражданской администрации Георгия Туку. Кого назначил на его место и с чем связаны эти кадровые маневры, расскажет Елена Зорина. Слухи об увольнении Туки появились еще на прошлой неделе. Сам глава тогда в соцсети отшучивался. Мол, сколько раз увольняли, хватит праздновать отставку. Сегодня об увольнении в Фейсбуке молчит, как и о новом назначении. К вечеру выяснилось, Тука пошел на повышение, перешел на работу в Кабмин и будет трудиться в новом министерстве. Волонтер и борец с контрабандой. Именно этим известен Тука. В кресле главы военно-гражданской администрации он пробыл 9 месяцев, сразу же начал с борьбы с коррупцией. Тука не раз помогал задерживать грузы, которые шли на неподконтрольную территорию. Лес, продукты, сигареты, алкоголь. Сегодня же к вечеру Тука вышел к журналистам. И вот что заявил. Я не приемлю это слово отставка. Для меня это какой-то новый этап жизни. Очередное задание. Если честно, то... Даже не знаю. Где проще, где сложнее, жизнь покажет. Работы предстоит очень много. На заседании Кабмина же раскрыли секрет, кто теперь займет место Туки в Луганской области. Это нардеп от блока Порошенко Юрий Горбуз. Он оттуда родом и долгое время работал в Луганской области. В прошлом сельский учитель и руководитель частного фермерского хозяйства. В 2014 руководил Миловской райгосадминистрации. А в парламент попал как самовыдвиженец. Там был замглавы комитета по борьбе с коррупцией. К вечеру указ о назначении Горбуза появился на сайте президента. И сам он тоже успел пообщаться с журналистами. Сегодня одна задача. Это мир. Мир на Донбассе. В ближайшее время, я думаю, что проведу беседы. У нас уже проходили некоторые там встречи. По поводу, что часть минских соглашений мы перенесем на территорию решения сюда. Почему я считаю, что любой конфликт в семье нужно решать в семье, а не у соседей. Елена Зурина, Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер. И сегодня же на заседании Кабмина рассказали, как теперь будут субсидировать население. Только вчера заявили, что увеличат общий объем субсидий. А сегодня уже снизили нормы потребления газа, которые, собственно, и будут субсидировать. В среднем на 20%. Например, те, кто использует газ для отопления, получат субсидию на потребление с 5,5 кубометров на 1 квадратный метр. Раньше было 7. За все, что выше этой нормы, платить придется в полном объеме. Для тех, у кого газовые плиты и центральное отопление, граница еще меньше. Почти 4,5 куба. Напомню, на минувшие недели правительство подняло цены на газ для населения. Этот шаг необходим для возобновления и кредитования МВФ. Но в самом же Международном валютном фонде приветствуют изменения газовых тарифов в Украине. Напомню, их повысили для населения, но снизили для предприятия. Теперь расценки одинаковы для всех. 6 879 гривен. В МВФ считают, что это уменьшит масштабы коррупции. Поскольку станет бессмысленно продавать за взятки газ для населения предприятиям. А также это заставит украинцев, по мнению фонда, снизить энергозатраты. О тарифах на газ будут сегодня спорить и гости ток-шоу «Черное зеркало» с Алексеем Лихманом. Каких платежек нам ждать и последнее ли это повышение, обо всем узнаем сразу после подробностей. Из Волынской области продолжают вывозить янтарь. Очередную партию задержали в пункте пропуска «Ягодин». Вес небольшой, почти 6 килограммов, а вот стоимость довольно приличная. Около миллиона гривен на черном рынке. Янтарь сотрудники СБУ обнаружили во время осмотра автомобиль для жителя Ковеля. Камерь был уже обработан и готов к продаже. Реализовать груз горе-контрабандист намеревался в Польше. Кроме пакетов с янтарем, в салоне авто нашли еще и специальное устройство для прослушки. А вот одесские контрабандисты работают по-крупному. Фискальная служба задержала незаконный груз из Китая уже в Киеве. В Украину он попал через одесскую таможню. Какую многомиллионную импортную многоходовку пытались реализовать? И кто станет главным героем этого уже уголовного дела, расскажет Ярослав Кречко. Сотни коробок с надписью «Сделано в Китае». Склад киевской городской таможни переполнен дорогими гироскутерами, различными наборами ключей, замками и кухонными мелочами. Всего около 40 различных видов товаров. Хотя по документам фирмы-импортера их должно быть всего два – пленка ПВХ и зеркала. Все товары в Украину попали через Одесский порт. И приграничная таможня их пропустила, хотя обязана была проверить реальный вес контейнера. Он в два раза больше заявленного. Нестыковки нашли уже в Киеве сотрудники Главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы. По предварительным данным общая стоимость контрабандных товаров больше 2,5 миллионов гривен. Это в 10 раз выше заявленного в документах. В соответствии к ухвалу суду, весь товар будет передан к Службе безопасности Украины. И уже дальше они по своей линии будут проводить заходы. Теперь силовикам предстоит узнать, это единичный случай или же налаженная контрабандная схема. Ярослав Кречко, Владимир Дедов, Сергей Еременко. Подробности – телеканал «Интер». Тем временем в Одессе продолжаются судебные заседания по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года. Голодовку объявил еще один обвиняемый. Кто и почему он пошел на такие меры и что сегодня решали судьи, расскажут наши корреспонденты. Сегодня Малиновский суд Одессы решал вопрос о продлении меры пресечения пятерым обвиняемым по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года. Прокуратура просила оставить подсудимых в СИЗО. Иснуют риски наступные. Это что указанные обвинуваченные могут переходить в суд органиндусу расследования, оскільки, на нашу думку, существует реальная загроза того, что они могут покинуть межи Украины. В итоге суд постановил, что гражданин России Евгений Мефедов, который в знак протеста голодает уже три недели, остается под стражей еще на один месяц. Остальные четверо на два. В ответ к голодовке Мефедова присоединился и его соотечественник Максим Сакауов. В связи с неправомерным решением суда 29.4.16 объявляю голодовку бессрочную до освобождения меня из подстража. На этом заседание и закрылось. Перерыв объявлен до середины мая. Напомню, пока в суде изучается только первый эпизод беспорядков, когда на улице Греческой погибли 6 человек. На скамье подсудимых 20 антимайдановцев. Все они считают себя невиновными. Им просто выгодно затягивание это дело, потому что никто не может принять какое-то нормальное решение. Либо нас отпускать, либо уже отдавать срок. Что же касается второго эпизода пожара в Доме профсоюзов, когда погибли 42 человека, то расследование продолжается до сих пор. Представители оппозиционного блока на днях вернулись из Европы. Говорят, тамошние политики-чиновники считают, что Украина приложила недостаточно усилий для поиска виновников трагедии. Мне очень хочется, чтобы власть услышала главный месседж. В этом нет никакой политики. Есть позиция украинских граждан. Есть позиция мирового сообщества. Найти и наказать виновных без какой бы то ни было политики. И результаты этого расследования, и результаты суда должны быть предъявлены обществу. В понедельник будет уже два года со дня майской трагедии. В связи с этим в Одессе вводятся повышенные меры безопасности. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер Одесса. Сотрудники СБУ уже провели обыски в домах активистов одесского движения Куликово-Поле, которое является своеобразным преемником местного антимайдана. Троих участников на утро 2 мая вызвали на допрос. Правоохранители утверждают, что обыски плановые. И тем не менее, улицы Одессы уже патрулируют бронетехника. В соцсетях появилось видео, как по центру города движется броневик Нацгвардии. Совет Безопасности ООН не смог принять заявление по итогам заседания, посвященного ситуации в Украине. Напомню, его созвали вчера по инициативе Киева. О чем спорили и что помешало договориться, с подробностями наш собственный корреспондент в Вашингтоне Тихон Дзитко. Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине показало, ничего не изменилось, стороны остаются при своем. Взаимное обвинение и тщетная попытка принять общее заявление по ситуации на Донбассе. Само заседание было созвано Киевом. Причина обострения ситуации в зоне АТО. В заседании по видеосвязи из Киева приняли участие представители мониторинговой миссии ОБСЕ. Ситуация на востоке Украины в очередной раз достигает своего пика, заявили они. Позицию России озвучивал ее бессменный адвокат в ООН Виталий Чуркин. Мы обеспокоены сообщениями об обострении ситуации в зоне конфликта на Донбассе. Обстановка начала разогреваться еще в декабре прошлого года, особенно после того, как вооруженные силы Украины начали занимать населенные пункты на нейтральной полосе. В проекте заявления Совета Безопасности, которое предложил Чуркин, не было ни слова, к примеру, о судьбе Савченко и ситуации в Крыму. Это вызвало несогласие у представителей США, Великобритании и Украины. В итоге заявление не принято. Единственное, с чем согласны все, необходимость прекратить кровопролитие. Режим прекращения огня не работает. Это главный приоритет так называемого минского процесса. Все делегации согласились с тем, что если удастся это осуществить, то мы сможем перейти к политическому урегулированию. Пока в Совбезе странам не удается договориться, кровопролитие продолжается. И на заседании были озвучены новые данные ООН о жертвах. 9333 человека убитыми и более 20 тысяч ранеными. Тихон Зитко, Юрий Романюк. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Ну а пока членам Совбеза не удается договориться о прекращении кровопролития, боевики стягивают артерелию к северо-западному пригороду Донецка. В Дебальцево прибыл целый эшелон с техникой и боеприпасами. Об усилении позиций противника сообщают и в Главном управлении разведки Украины. Под Донецком сейчас находится моя коллега Ирина Баглай. Она расскажет все подробности. Армейцы уже готовы к очередному обстрелу. На днях заметили, как в район поселка Спартак и Донецкого аэропорта, где расположены укрепрайоны боевиков, завозили очередную партию боеприпасов. Наши бойцы видят передвижение техники, но помешать не могут. Боеприпасы завозят, наблюдаем, ящики носят. Ну а что дострелить 3 километра? Автомат не берет. Автомат дальность эффективна 600 метров. Высотки на горизонте уже Киевский район Донецка. А основные огневые позиции противника за школой и цементным заводом. Там легче скрыть минометы. Противотанковую артиллерию боевики перебросили в район Донецкого аэропорта только недавно. Об этом сообщает украинская разведка. А вот из минометов противник ведет огонь по промзоне каждую ночь. Разумеется? Только звук. Минометы были только не по нас. Были туда замысл. Основной удар боевики готовятся нанести в пасхальные праздники. Военным стало известно о готовящейся провокации в Ясиноватой. Цель наемников – местная церковь. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев. Донецкая область. Подробности – телеканал Интер. О прекращении огня говорили сегодня и участники контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Согласились полностью прекратить боевые действия на время праздников и открыть в эти дни пункты пропусков в станице Луганской и Золотом. А к ОБСЕ участники группы обратились с просьбой в случаях нарушения режима перемирия указывать в своих отчетах ответственных за срыв этих договоренностей. Но главной темой переговоров в Минске остаются пленные. Компромисс пока не найден. Известно, что обмен, который должен был состояться в канун Пасхи, сорван. Тогда, напомню, планировали вызволить 25 украинских военнопленных и передать 50 боевиков. Но представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР заблокировали этот процесс. Мы знаем, что ждут матери, ждут жены, ждут дети, ждут семьи. Мы думали, что это было бы очень важно в человеческом связи с Пасхой. Но, к сожалению, мы чудо не можем тратить. Работа в этом направлении будет продолжена на следующем заседании. Главная пленница Надежда Савченко уже заполнила документы, необходимые для экстрадиции в Украину. Об этом сообщила ее сестра Вера. Но прежде чем украинская летчица ступит на родную землю, она должна будет заплатить 10 тысяч гривен штрафа за незаконное пересечение российской границы. На моем месте Амедведь, человеческий военнослужащий. Есть адвокат Михаил Айков, он был сегодня в ней, он переглянул все эти документы. Правда, там есть бланк на заполнение штрафа за незаконный перетин российского кордона. Но, на самом деле, это просто верхняя наглясть Россия. Ну, это меньше всего, это 30 тысяч рублей, слишком меньше 10 тысяч гривен. И консули надеждают классно на рахунок, какие кошти, чтобы она это обозвала. Гости и эксперты политического ток-шоу «Черное зеркало» сегодня обсудят вопросы, связанные с освобождением заложников. И мы с вами, возможно, узнаем, когда же домой вернется и Савченко, и другие украинские пленные. «Черное зеркало» сразу после подробностей. Волчий билет для ночных волков. Скандальный российский мотоклуб снова выдвинулся в сторону Евросоюза. На каком КПП этих активных сторонников аннексии Крыма уже ждут большие проблемы. Все подробности узнаем у Данила Русакова. Посла Польши в России срочно вызвали для объяснений в МИД, но официальная Варшава непреклонна. Через государственную границу байкеры из мотоклуба «Ночные волки» пропущены не будут. Мотопробег начался сегодня. «Ночные волки» выдвинулись утром на мотоциклах из Москвы. Запланированы путь следования через территорию России, Беларуси, Польши, Словакии, Австрии, а также Чехии и Германии. Мероприятие хотят завершить 9 мая в Берлине. Это путешествие вполне может повторить историю 2015-го. Тогда участников пробега досмотрели пограничники в польском Тересполь. Сейчас Министерство иностранных дел Польши выступило с коротким сообщением. Оно размещено на сайте ведомства. В нем сказано, что польская сторона расценивает этот пробег как дезинформационную кампанию, не намерена в ней участвовать. Тем временем «Ночные волки» продолжают двигаться в сторону белорусско-польской границы. Данила Русакова, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканала «Интер». Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Неполитический синдром. Что общего? Организаторы Евровидения нашли между флагами крымских татар и террористов ИГИЛ. Кулачное воспитание. В Николаевской области родители пошли штурмом на управление образованием. Нефтепровод Одесса-Броды могут загрузить иранской нефтью. Сегодня Кабмин поддержал решение о частичном снятии санкций с Ирана, что открывает возможности для экономического сотрудничества между Киевом и Тегераном. Утром по инициативе иранского посла состоялась встреча в Министерстве энергетики. Как сообщил профильный министр Игорь Насалик, Тегеран заинтересован в транспортировке нефти по трубопроводу Одесса-Броды. Я напомню, что нефтепровод Одесса-Броды был построен в 2001 году. По трубе планировалось транспортировать Каспийскую и Казахстанскую нефть из порта Южной под Одессой на нефтеперерабатывающие заводы Европы. Но до 2004 года эта магистраль из-за отсутствия сырья простаивала, затем использовалась российскими компаниями в риверсном режиме, а в 2010-м Беларусь перегоняла по ней сырье на свои НПЗ. Сейчас Одесса-Броды снова простаивает, и вот что по этому поводу говорят эксперты. Он простаивает, и по экономике он, получается, ест ресурс для поддержки технологического состояния, но не приносит прибыль. На сегодняшний момент, время, когда котировки нефти находятся на относительно низком, нефть стоит дешево, действительно могут родиться самые интересные проекты. Национальное антикоррупционное бюро расследует, куда пропал газ, который Украинафта добыла в 2014 году и должна была передать НАК «Нафтогаз Украины» для нужд населения. В Едином госреестре судебных решений опубликовано решение Соломинского райсуда Киева, в котором говорится, детективы НАБУ выяснили, что в позапрошлом году «Нафтогаз» недополучил от Украинафты 1 миллиард 756 миллионов кубов топлива, добытого из украинских месторождений. Для покрытия потребностей населения было использовано такое же количество, но только импортного сырья. Учитывая разницу в цене, нафтогаз понес убытки в особо крупных размерах. В то же время судья Карабенко отказал детективам НАБУ в доступе к документам Украинафты о том, сколько газа добыли и куда его продали. Я напомню, что контрольный пакет Украинафты принадлежит госкомпании НАК «Нафтогаз Украины», а блокирующий пакет, это 42% акций, находится в собственности группы приватных, которые по сути и управляют компанией. «Призрачный лес» — новый поворот в деле о попытке вывоза нелегальной древесины, которую закарпатские активисты задержали на границе со Словакией. Почему эксперты теперь уже не смогут установить подлинную ценность этих дров, и где сейчас состав со скандальным грузом, расскажут наши корреспонденты. Вот вагоны, груженные древесины, и они готовы к отправке в Европу. 17 апреля их остановили активисты, заподозрили, что под видом дров нелегально вывозят ценные породы. Сказать, что в вагонах таможенники тогда не смогли. Дескать, груз оформляли заочно по документам его отправителя. Пока на таможне решали, кто будет проверять качество дерева, груз владелец забрал. Теперь о древесине ничего не узнать, говорит начальник торгово-промышленной палаты. Только в этом учреждении есть лицензированный эксперт, но его на таможне не приглашали. Чем можно сейчас установить качество дерева, которое было в вагонах? А вы можете мне показать ту деревню, которая была в вагонах? Когда вантаж находится под методом контролем, або, соответственно, запломбованный, або только пришел в какой-то вантаж, эксперт должен быть присутствовать. Впрочем, оценку части той партии эксперт все же давал. Но только пяти вагонов из 24, и в них точно были дрова. Содержимое остальных 19 навсегда останется тайной. Вагоны разгрузили на складах в Мукачеве. Сейчас здесь оформляют новый состав с лесом. Показывают древесину, дряблая, гнилая, явно в топку. В этот раз таможенники лично приехали осмотреть груз, даже пригласили специалиста лесного хозяйства. После того скандала на закарпатской таможне наказали четырех сотрудников. Спустя почти две недели после инцидента на таможне в прокуратуре начали уголовное производство. Идется прослуживание посадовцев, товариства, которые именно и совершили перевезение лесопродукции. На данный час вказано криминальное проведение, то есть оно уже надписано в следствие управления нацполиции области для совершения досудового расследования. Еще одно расследование должна провести столичная комиссия из фискальной службы. Она приедет 5 мая и будет проверять, как таможенники оформляют грузы с лесом. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности, телеканал Интер, Закарпатская область. В Николаевской области депутат облсовета и глава районной администрации подрались на глазах у сельских жителей. Потасовку устроили прямо в кабинете главы Арбузинской государственной администрации. Кулаки пошли в ход якобы из-за намерения властей закрыть школы. Так ли это, выяснял Кирилл Ющишин. Сельская школа в Панкратово, буквально в 20 километрах от южноукраинской АЭС. Кабмин выделил деньги на ее финансирование только до сентября. Потом должна последовать так называемая оптимизация. Это означает, учителей увольняют, детей переводят в городскую школу. Директор Панкратово вместе с родителями борется против закрытия школы. Власти обещают, что детей в городскую школу будет возить автобус. Но люди не верят. Уже есть печальный опыт с закрытием детского сада. Район выделяло деньги на садик, на машину, заправляли машину. Сколько эта машина прорубила? Нет денег, все. Дети сидят все дома. Вот так само и школа будет. Такая же участь ждет еще две школы в селах по соседству. Родители и учителя уже несколько месяцев оббивают пороги чиновников. Пока безуспешно. На днях людей собрал депутат облсовета Сергей Чмырь. Все вместе пошли на прием к главе РГА. Разговор продлился недолго. Депутат и чиновник сразу же подрались. Вот тут у меня был вот так вот отчиненный ноутбук. Он его таким вот чином схватил на манитуре. Залишились его отбитки пальцев. Схватил его, закрив и вот так вот бил меня по голове. Ты должен оставить посаду. И все. После потасовки и депутат, и глава района написали друг на друга заявление о нападении. Сняли побои у обоих легкие телесные. Глава РГА на диктофон записал, как депутат после драки угрожал ему убийством. Сам депутат Сергей Чмырь отрицает, что угрожал. А дрался, мол, потому что он против закрытия школ. И из-за этого требуют отставки главы РГА. В результате правоохранители открыли сразу несколько уголовных производств. Родители школьников, которые стали свидетелями потасовки, уверены, это был политический фарс. Складывается такое впечатление, что за детей они не думали. А дети должны быть на первом месте, потому что решается участь детей. Но урок родители усвоили. Обращаться к местным чиновникам бесполезно. Если из госбюджета не выделят субвенцию на содержание школ в следующем учебном году, местные бюджеты эти расходы не потянут. Деритесь, не деритесь, а школы закроют. Кирилл Ющишин, Богдан Ивнов, подробности, телеканал Интер, Николаевская область. Больше 30 мин боевики выпустили по поселку Широкино под Мариуполем минувшей ночью. Ранения получили трое наших бойцов. Все подробности о ситуации в материале нашего корреспондента Александра Пантелеймонова. Широкино снова превращается в одну из самых горячих точек на карте АТО. Стреляют практически каждый день, применяется и тяжелое вооружение. После того, как поселок освободили от боевиков, саперы не успевают расчищать улицы от мин. Боевики вновь и вновь из минометов ведут огонь по поселку. Здесь еще осталось на этой улице очень много хвостовиков. Это центральная улица Широкино. Здесь были расположены их блиндажи вдоль улицы, которые мы сейчас уже обвалили, уничтожили. Опасность тут повсюду. И в освобожденной части поселка боевики оставили немало смертельных ловушек. Мины направленного действия, хитроумно установленные фугасы и растяжки. Наверное, процентов 90 минозрывных устройств по Широкино обезврежено. Но до сих пор получается находить закладки различные, растяжки, остатки именно минозрывных устройств по бывшим их немлежкам. Находим, вывозим. На окраине поселка, как только смеркается, начинается стрельба. Вражеские разведчики подходят предельно близко. Из блокпоста у них начал работать крупнокалиберный пулемет. ДШК, ПКМ и все такое остальное. Сейчас главная цель обстрелов и вылазок противника отнюдь не захват наших позиций. Парпехи крепко удерживают освобожденная Широкино. Главная задача боевиков поддерживать атмосферу психологического давления. И сколько будет продолжаться эта игра на нервах, не берется предсказать никто. В Норвегии разбился вертолет. Трагедия произошла возле города Берген на западе этой страны. На борту было 13 человек. Они возвращались с нефтяной платформы в Северном море. На месте крушения спасатели обнаружили тела погибших. Вертолет упал неподалеку от берега. Наиболее крупные фрагменты находятся сейчас под водой на глубине 7-9 метров. Что стало причиной этого крушения, предстоит выяснить экспертам. Германия рассматривает возможность отправки своих военных в Литву в рамках миссии НАТО. Об этом заявила канцлер Германии. Ангела Меркель подчеркнула, что пополнение сил Альянса на восточных рубежах не должно отразиться на отношениях с Москвой. Военнослужащие Бундесфера могут быть направлены в Литву после того, как на саммите НАТО в Варшаве в июле месяце будет принято решение о выделении дополнительной военной поддержки восточноевропейским странам-членам Альянса. Досталось всем. Вчерашняя ночь во французских городах Париже, Нантере и Тулузе была неспокойной. Манифестанции переношли в настоящие войны с полицией. Как все это было, расскажет София Гордиенко. Ночные кадры точно станут предметом внутреннего расследования полиции. Силовики не церемонятся с манифестантами. Это зачистка площади республики, на которой уже недели две собираются студенты. Тех, кто лежит, подымают. Те, кто сопротивляется, получают дубинкой. Министр внутренних дел Бернард Казнёв в Лионе, где тоже не обошлось без потасовок, насилие осудил. Правда, со стороны молодежи. 24 полицейских и жандарма получили ранения. Трое в тяжелом состоянии, один полицейский в критическом. За прошедшую ночь мы арестовали 124 человека по всей стране. Пострадали не только полицейские. Один манифестант получил серьезные травмы. Разбиты автомобили, витрины и банкоматы. Особенно порадовал манифестантов сожженной Порши. Все во имя социальной справедливости объясняют протестующие. Они не согласны с проектом закона, который упрощает увольнение сотрудников. Сегодня во Франции такие драконовские правила увольнения людей, что многие работодатели боятся брать на работу новых людей. Власти решили эту процедуру упростить. Молодежь против. Студенты готовы на любые меры. Когда говорят о насилии, это своеобразная ловушка. Осуждают или одну, или другую сторону. Но на самом деле власть почему-то имеет право на насилие и пользуется им. А упрекают нас. Власти, премьер-министр и мэр Парижа Анны Дальга стычки осудили. Рассмотрение проекта закона в национальном собрании запланировано на 3 мая. Протестующие снова собираются выходить на улицы. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности, телеканал Интер. Земельные войны в Черкасской области. Там фермер и сотрудница госземагентства незаконно забрали у жителей села Антоновка 15 гектаров пахоты. Как они смогли провернуть такую аферу и что теперь грозит? Мошенницам выяснял Станислав Кухарчук. Михаил Стаценко обходит поле. 8 лет назад ему, как пайщику, Антоновский сельсовет выделил здесь 3,5 гектара земли. Все документы на участок всегда с собой в папке. После 395 гектара, все мои, все межи, это поле, там дальше оно находится. Но оказалось, участок уже не его. В феврале Михаил Стаценко совершенно случайно узнал, что землю вернули в государственную собственность, как невостребованную. А после Шполянская райадминистрация отдала ее в аренду фермеру Валентине Кармалите на 34 года. Мой пай внесен как невытрубованный, она переводится, меняется форма властности и отдаётся ей. Это абсолютно липа. И на основе этой липы вот эта людина, державный регистратор внесла эти изменения и сделала эту оборотку. Сельский землеустроитель показывает документы фермера, на основании которых было принято такое решение. Это список пайщиков, которые якобы не претендовали на землю. И техническая документация на их участке в списке и на дел Михаила Стаценко. Этот документ не подписан, не заверен никаким справками, не расшифрованный подпис. Список обычно составляют в сельсовете, но там уверяют, такого документа они никому не выдавали. Кроме Стаценко, поёв лишились еще трое жителей Антоновки. Люди пытались выяснить у фермера, как же так получилось, но тщетно. Поговорить с Валентиной Кармалитой нам не удалось. Дверь никто не открыл. То ли её дома не было, то ли общаться не захотела. Госрегистратора, который фактически забрал у людей землю, на месте тоже не оказалось. Буквально в марте женщина уволилась из земагентства. В районной администрации подтвердили, участки действительно отдали в аренду фермеру. Но когда узнали, что у земли есть настоящие хозяева, договор расторгли. Это криминал, это действительно криминал. И это нужно, чтобы правоохранные органы с этим разбирались. На прошлой неделе в Шполянском райотделе полиции открыли уголовное производство. По факту подделки документов. Но пока идёт расследование, Валентина Кармалита уже успела обработать и засеять не свои участки. Станислав Кухарчук, Павел Димошенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. В райцентре Подгарца и Тернопольской области украли банкомат вместе с деньгами. Причём сделали это злоумышленники молниеносно. За одну минуту и 20 секунд. Ночью к магазину, где был установлен банкомат, подъехала иномарка. Из неё выскочил мужчина, разбил камеру видеонаблюдения. А дальше вместе с подельником они взломали входные двери, подрезали металлическую решётку и вырвали её, зацепив тросом к машине. После этого вошли в помещение, сорвали терминал, в котором было 50 тысяч гривен, загрузили его в машину и скрылись. В Лондоне начался суд над спонсорами брюссельских и парижских терактов. Али Ахмед и Захария Буфасиль. Это жители Бирмингема. Им по 26 лет. И я напомню, что арестовали их в начале апреля. Задержанных подозревают в том, что они передали 3000 фунтов террористу, причастному к нападениям на Париж и Брюссель. Речь идёт о Мухаммеде Абрини. Это человек в шляпе с камер наблюдения в аэропорту Брюсселя. Он получил деньги летом 2015 года, когда посещал Великобританию. Напомню, в результате мартовского теракта в Брюссельском аэропорту и на станции метро погибли 35 человек. А 130 человек стали жертвами кровавых событий в Париже в ноябре минувшего года. Борьба с ИГИЛ, антитеррористические бригады, туристическая полиция. Как работают эти спецподразделения в Тунисе? Как они защищают границу и аэропорт? Давайте узнаем это от Вениамина Трубачёва. Внимание! Ведётся видеонаблюдение. Этот знак установлен при въезде на территорию блокпоста. Пока один полицейский проверяет документы, другой осматривает автомобиль. Помогает специально обученная собака. В основном мы ищем оружие. Визуально можно и не заметить, а вот собака обнаружит. Полицейские контролируют все основные магистрали в стране. Регулярно проверяют и просёлочные дороги. Любой человек, которого подозревают в связях с терроризмом, может быть задержан. Террористы никакого отношения к религии не имеют. Ислам не говорит, что нужно убивать людей. Много патрульных и в городах. Вот центральная улица в столице. Вооружённые люди стоят возле католического собора, банка и отеля. Особенно тщательно охраняют посольства и госучреждения. Например, Министерство внутренних дел находится через дорогу, но его даже снимать нельзя. За этим внимательно наблюдают вооружённые охранники. Особые контроли на приграничных с Ливией территориях. В марте боевики исламского государства напали на городок Бен-Кардан и убили больше 20 полицейских. В ответ спецслужбы уничтожили всех боевиков. Прямо на границе с Ливией строят стену, устанавливают наблюдательные вышки и копают ров. Пограничники и военные хорошо вооружены. У них современные автоматы и винтовки. В случае необходимости на помощь выезжают специальные антитеррористические подразделения. А это уже главный аэропорт страны. Все подъезды охраняются. А чтобы попасть в зал ожидания, нужно пройти проверку. Это сделано, чтобы исключить такие теракты, как в аэропорту Брюсселя. Мы сотрудничаем с европейскими спецслужбами. Тренируемся по их методикам и практически в два раза увеличили количество сотрудников полиции. Этот человек возглавляет специальную туристическую полицию. Сотрудники данного подразделения на катерах патрулируют прибрежные воды или вот так дежурят на пляже. В туристических местах очень много полицейских, переодетых в гражданской. Они точно так же прогуливаются и в любой момент могут проверить документы. Поэтому паспорт лучше всегда носить с собой. Венемин Трубачев, Владимир Дедов. Подробности. Телеканал Интер. Тунис. Как за два часа заработать 4 миллиарда долларов. Мастер-класс от Марка Цукерберга. И когда возраст веселью не помеха. Об этом и не только в нашем обзоре. Фантастический темп обогащения показал Марк Цукерберг. Всего за два часа глава Фейсбука заработал больше 4 миллиардов долларов. После того, как компания сообщила в квартальном отчете, что ее доходы превысили прогнозы аналитиков, ее акции на электронной бирже выросли на 10%. Сейчас Цукерберг шестой в списке самых богатых людей планеты. Его состояние оценивают в 50 миллиардов зеленых. Настоящий клад на миллионы евро нашли рабочие на юге Испании. Возле Севильи они выкопали 19 амфор, наполненных древнеримскими монетами. Всего около 600 килограммов бронзы. На деньгах изображены императоры Максимилиан и Константин. Местом находки вплотную занялись археологи. Говорят, эти несколько тысяч монет предназначались для выплат воинам или чиновникам. Высокие технологии на духовной службе в древнем пекинском храме. Робот-монах помогает постигнуть дзен последователям буддизма. Облаченный в оранжевую кесу небольшой автомат Сиань-Ар поет религиозные песни, разговаривает и двигается по команде. Скрестить буддизм с наукой монахам этого храма помогали специалисты. Робот-частый гость на международных технологических выставках. К людям изредка выходит. Монахи, говорят, больше медитируют наедине. В штате Огайо испытывают самый большой в мире реактивный двигатель. Компания General Electric разработала мотор специально для нового лайнера Boeing. Разные авиакомпании уже заказали 700 таких гигантов. Диаметр лопастей двигателя рекордсмена 3,5 метра. Мотор выдает реактивной тяги на 45 тонн. Летающий мотоцикл сконструировал британец Колин Ферс. Самодельный ховербайк поднимается в небо за счет мощных пропеллеров. Пока прототип парит довольно неуклюже и может преодолеть всего несколько метров. Ферс создавал машину в домашних условиях 3 месяца. Долго ждал деталей, а сама сборка заняла чуть больше месяца. Беатрис Ингерлинг из штата Вирджиния планируют с шиком отметить свое столетие. А именно станцевать на пилоне. Оказалось, это давняя мечта бабушки. Беатрис попросила дочь Кэрол помочь в организации выступления. Говорит, хочет выглядеть элегантно. И никаких леопардовых откровенных нарядов. Ингерлинг уверена, физически она готова к перформансу на все 100. Охоту на Каалу устроила полиция Балтимора. Силовики обезвредили мужчину, который в костюме животного угрожал взорвать телестудию. Он требовал выдать в эфир принесенные им якобы сенсационные материалы. В противном случае обещал взорвать пояс смертника. Полиции пришлось подстрелить подозреваемого. Оказалось, его пояс шахида был собран из шоколадных батончиков. А на флешке хранились материалы о космосе. Флаг ИГИЛ, самопровозглашенный ДНР и еще с десяток флагов попали в запрещенный список Евровидения. Тем временем в Стокгольме, где уже через две недели пройдет главный европейский песенный конкурс, готовятся к возможным терактам. Обо всем подробнее расскажет Алексей Пшемызский. Евровидение без политики. За две недели до старта главного песенного конкурса Европы в Стокгольме организаторы обубликовали список флагов, которые запрещено приносить зрителям. Среди них флаги террористической организации ИГИЛ, Палестины, Косово, непризнанного Нагорного Карабаха, страны Басков, Приднестровья и Турецкой Республики Северного Кипра. А также самопровозглашенный ДНР и Крыма. Под запрет попал и региональный флаг крымских татар. А вот, к примеру, флага ЛНР там нет. Как пояснили организаторы конкурса, перечень далеко не исчерпывающий. Под запретом на конкурсе все локальные и региональные стяги. Исключение сделали только для флага Европейского Союза и ЛГБТ-сообщества. Историю сразу же прокомментировал глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифа Чубаров. На своей странице в Фейсбуке он заявил, такое решение ему не по нраву. Однако верит, это поможет избежать излишней политизации Евровидения. И призвал лучше уделить внимание поддержке Джамалы. Однако без политики на Евровидении уже вряд ли обойдется. В преддверии конкурсов в Стокгольме предупреждают о возможных терактах. По словам спикера шведской спецслужбы Сапо Саймона Бинерта, восемь террористов исламского государства уже прибыли в столицу страны. После этого посольцы США даже порекомендовали своим гражданам быть осторожнее. И избегать мест большого скопления людей. Однако уровень террористической угрозы менять не стали. Аэропорты и публичный транспорт работают в штатном режиме. Алексей Пшумыский, Сергей Коваль, Центральное европейское бюро телеканала Интер. Из жизни ушел выдающийся оперный певец, исполнитель песни «Два кольеры» Дмитрий Гнатюк. Народный артист Украины скончался сегодня на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Дмитрий Гнатюк записал 21 пластинку, а на оперной сцене воплотил образы Остапа и Меколы из Тараса Бульбы, Мазепы, Онегина и Фигара из Севильского цирюльника. Всего он исполнил 85 партий из произведений мировой классики. Герой Украины Дмитрий Гнатюк был и главным режиссером, и директором национальной оперы, и педагогом. Церемония прощания состоится 4 мая в Национальной опере Украины. Сейчас давайте узнаем, что происходит в эти секунды в студии ток-шоу «Черное зеркало». С нами на связи ее ведущий Алексей Лихман. Алексей, здравствуй. Мы сейчас входим в череду таких затяжных майских праздников. Насколько сложно тебе было собрать гостей сегодня? Здравствуй, Наташа. Здравствуйте, уважаемые зрители. Действительно, было вначале непросто, но нашей команде удалось невозможное. Мы сегодня собрали поистине звездный состав наших гостей. В частности, у нас будет сразу несколько глав министерств нового кабинета министров. И именно к ним у нас самые главные вопросы по самым громким новостям этой недели. В частности, спросим у них, насколько и за что подорожают тарифы уже с 1 мая. Газ – это ведь не все. За ним потянутся и другие цены. Какие и как скоро? Также спросим, что за новая инициатива Минюста? Зачем он хочет научить украинцев писать друг на друга доносы? Это не все темы сегодняшнего выпуска. Как всегда, будет острый напряженный разговор. Не пропустите. Старт ровно через несколько минут. Не пропустим, Алексей, и «Черное зеркало» в эфире сразу после подробностей. А я напомню, что за развитием событий вы всегда можете следить на нашем сайте подробностей. И хорошего вам вечера. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин